Священник Максим Плякин, секретарь Саратовской епархиальной комиссии по канонизации святых, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Прежде всего, этот доклад вызван к жизни тем, что именно региональным комиссиям приходится, как правило, именно работать с следственными делами. То есть в большинстве случаев именно региональные комиссии впервые берут в руки какие-то материалы о новомучениках. И основные направления работы епархиальных комиссий по канонизации святых – это либо подготовка материалов непосредственно к прославлению святых новомучеников или подвижников веры и благочестия, и в последние годы вновь эта работа активизировалась. В тех епархиях, где еще не установлены соборные памяти святых той или иной земли, соответственно, подготовка соответствующих материалов. И вот по этим двум направлениям работы мне бы хотелось высказать некоторые соображения на полях. Не секрет, что уже несколько лет епархиальные комиссии сталкиваются с серьезными трудностями при подготовке материалов к прославлению страдальцев XX века в лике святых. Последнее прославление новомучеников нашей церкви к общецерковному почитанию было совершено 24 декабря 2010 года. После этой даты в пределах Русской Православной Церкви за двумя исключениями прославлений святых не совершалось вообще. Эти два исключения – это Русская Православная Церковь за границей, сейчас Владыка Марк как раз рассказывал о прославлении святого мученика Александра Шмареля, и это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Вот в Украинской Церкви последнее по времени прославление новомученика было совершено в апреле этого года. Это кандидат от Житомирской епархии священомученик Павел Гордовский. Определением Священного Синода Русской Церкви от 25 марта 1991 года был начат на епархиальном уровне сбор сведений о пострадавших за веру в гонениях XX века. Архиерейский собор 1992 года, об этом тоже сегодня уже шла речь, определил создавать в епархиях Русской Церкви комиссии по канонизации для сбора и изучения материалов канонизации подвижника веры и благочестия, особенно мучеников и исповедников XX столетия. Однако методологические принципы работы комиссии были сформулированы лишь в самом общем виде. Епархиальная комиссия собирает сведения о жизни, подвигах, чудотворении и почитании в народе данного подвижника. Это определение Священного Синода 2 октября 1993 года. В преддверии Соборного прославления святых новомучеников на юбилейном архиерейском соборе Священный Синод на заседании 16 февраля 1999 года предписывает епархиальным преосвященным в полугодичный срок собрать и предоставить в Синодальную комиссию по канонизации сведения о страдальцах XX века, пострадавших в пределах, окормляемых ими епархией. Однако некоторая неопределенность, она уже тогда, собственно, была в принципах подготовки материалов о кандидатах на прославление привела к тому, что у ком-то из новомучеников, которых прославляли на Соборе 2000 года, были собраны весьма подробные сведения, включая данные из архивов репрессивных органов, а о ком-то из страдальцев лишь краткие сведения об обстоятельствах их страдальческой кончины. И сегодня в сборниках житий новомучеников о некоторых страдальцах до сих пор буквально 2-3 абзаца. Некоторую черту под принципами сбора материалов канонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской подводил доклад тогдашнего секретаря Синодальной комиссии по канонизации про теорию Максима Максимова на рождественских чтениях 2003 года. В этом докладе, он есть в интернете, поэтому я его, естественно, весь воспроизводить не буду, но в частности в нем указывалось следующее. Ни при каких условиях личного благочестия или мужества в условиях следствия не могут быть прославлены как новомученики, обновленцы, вообще раскольники, отпавшие от единства с Церковью Христовой, секретные осведомители НКВД и ОГПУ и лжесвидетели как по своим делам, так и по делам других лиц, а также лица, отрекшиеся от веры, сана и монашества. Вполне понятное ограничение, накладываемое на материалы к прославлению, то, что кандидат не может быть сотрудником репрессивных органов или лжесвидетелем, породил и первые вопросы. Как возможно доказать, что страдалец не был осведомителем ОГПУ, НКВД или МГБ? Обратное утверждение, и сейчас об этом много говорил отец Владимир, доказывается сведениями, которые могут быть обнаружены в следственных делах или в иных документах из архивов репрессивных органов. Показания на допросах, очные ставки, составлены донесения, характеристики на тех или иных людей, даже иногда сведения из обвинительных заключений, потому что в ряде следственных дел в обвинительном заключении указано, что тот или иной фигурант дела привлекается к ответственности за невыполнение условия сотрудничества с органами внутренних дел или госбезопасности. В светском праве в подобных ситуациях действует принцип презумпции невиновности. Применительно к обстоятельствам наших дел это бы означало, что если сведения о том, что человек является секретным сотрудником, в изученных материалах отсутствуют, то мы исходим из того, что он в этом обвинении не повинен. И по крайней мере до 2002, может быть 2003 года и в отношении материалов, которые рассматривались на Дальной комиссии по канонизации, этот же принцип действовал. Однако в дальнейшем возобладала иная точка зрения, которая нашла свое уже окончательное выражение в рекомендациях к деятельности епархиальных комиссий по канонизации святых в епархиях Русской Православной Церкви. Этот документ был принят Священным Синодом нашей Церкви 6 октября 2011 года. Однако, насколько можно исходить из практики взаимодействия с Синодальной комиссией, принципы, которые были положены в основу этого документа, применялись и ранее. Так вот, согласно этим рекомендациям, материалы о пострадавших после 1920 года могут быть рассмотрены Синодальной комиссией по канонизации при условии, что документы и исторические свидетельства полностью раскрывают все периоды жизни человека, и из них убедительно следует, что пострадавший не сотрудничал с органами ЧК, ОГПУ, НКВД, свидетельствуя против других лиц. Таким образом, на епархиальной комиссии де-юрес 2011 года, де-факто, с середины 2000-х годов, ложилось бремя доказательства того, что кандидат на канонизацию не является сотрудником репрессивных органов. А это, в свою очередь, и порождало методологическую проблему. Как возможно доказать обобщенное отрицательное высказывание? Как можно привести доказательство того, что факт не имел места быть? В данной ситуации даже заверенное архивистами ФСБ свидетельство о том, что данный человек не является их секретным сотрудником, при всей фантастичности такой ситуации, не будет принято к рассмотрению. Собственно, отец Владимир сейчас и пояснял, почему. И эта же позиция занята членами Синодальной комиссии, в частности, в одном из писем за подписью о воскресвещении шоу митрополита Ювенали указано, что ответы архивов и информационных центров ФСБ и МВД об отсутствии документов или сведений не являются для комиссии документами и нет никакого смысла присылать их в комиссию. Конец цитаты. Аналогичная позиция, фактически презумпция виновности, распространяется не только на страдальцев 20-30-40-х годов, но и на тех страдальцев, которые погибли в первые годы советской власти. Рекомендации те же самые гласят. Подача в Синодальную комиссию материалов к прославлению этих страдальцев возможно только в том случае, когда имеются достоверные сведения об исповедничестве и достойном христианина поведении перед смертью. Это первый же параграф этих рекомендаций. Однако на практике даже наличие сведений о страдальце, скажем, в епархиальных ведомостях той или иной епархии, в те годы это еще было возможно, публиковать подобные сведения, встречает контртезис, что сведения, которые препятствуют прославлению страдальца, которые в данный момент не обнаружены, могут быть обнаружены в дальнейшем. И таким образом, при наличии правоустанавливающего документа, то есть определения Священного Синода нашей Церкви, у епархиальных комиссий не только нет правоприменительных документов, то есть инструкции, как могли бы применяться на практике положения этих рекомендаций, но фактически сегодня члены епархиальных комиссий оказываются в патовой ситуации, когда предоставление документов, запрашиваемых Синодальной комиссией по канонизации, представляется невозможным. На данном этапе это уже привело к тому, что в пределах нашей Церкви, за исключением Украинской Православной Церкви, прославление святых новомучников просто-попросту остановлено. Принципиальным выходом из такой коллизии могло бы стать полное изучение всех дел во всех архивах органов госбезопасности бывшего Советского Союза, но учитывая, что сегодня это территория 15 независимых государств, то создавать единую базу данных по этим архивам явно представляется несколько утопичным. Некоторым приближением к решению ситуации является практика Московской Епархиальной комиссии по канонизации, которая изучала фонд 10.035 в Государственном архиве Российской Федерации, в котором собраны дела в отношении страдальцев, переданные из архивов УФСБ по Москве и Московской области. Однако, как свидетельствует практика работы с подобными документами, даже этот чрезвычайно объемный фонд, там более 98 тысяч дел, не является гарантией, что собраны все документы даже по Московской области. В частности, дело по обвинению архимандрита Вениамина Милова, это инспектор Московской Духовной Академии, который был арестован в 1949 году в Загорске в Московской области. Так вот, это дело хранится в архиве УФСБ по Владимирской области. Следующая методологическая проблема, которая имеется в деятельности епархиальных комиссий, связана с применением на практике определения Священного Синода от 26 июля 2010 года. Это решение устанавливает методологические основы для формирования списка святых угодников, которые предлагаются к внесению в соборную память святых той или иной епархии. Результативная часть этого журнала довольно лаконична. В состав епархиального собора святых включать подвижников основным местом подвигов, либо местом погребения которых является данная епархия. Конец цитаты. Методологическая проблема возникает при попытке интерпретации определения основного места подвигов. Я сошлюсь на два примера из буквально последних лет. Это установление собора святых моей родной, саратовской епархии, и наших соседей, это собор симбирских святых. И просто попробую несколько проиллюстрировать интерпретацию вот этого положения. К включению в собор саратовских святых был предложен святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский. В ту пору две губернии были в одной епархии, этим обусловлен двойной титул святителя. Более того, последнюю литургию в своей земной жизни святитель Иннокентий служил как раз в Саратове, после чего он заболел, и эта болезнь его и свела в могилу. Но приставился он в своем кафедральном граде Пензе, там же был похоронен, и сегодня там находятся его святые мощи. Поэтому в собор саратовских святых его имя внесено не было. Также в числе кандидатов на включение было имя преподобного мученика Феодора Богоевленского. Он скончался мученически в городе Балашов в Саратовской епархии, погребен в окрестностях города, то есть в пределах Саратовской епархии. Однако до ареста своего последнего он был клириком Московской епархии. В результате в собор саратовских святых его имя точно так же не попало. В собор саратовских святых было предложено к включению имя праведного Алексея Борцурманского, который был прославлен как раз на юбилейном архиерейском соборе. Село, в котором он жил и приставился, относилось к Симбирской губернии. Сам праведный Алексей был клириком Симбирской епархии. Однако сегодня это село в силу административно-территориального отделения, произошедшего за 20 век, относится к Нижегородской митрополии. И обретенные мощи праведника почивают сегодня в пределах Нижегородской митрополии. Соответственно, в собор саратов Симбирских святых имя праведного Алексея точно так же не было внесено. Эта ситуация, если угодно, более или менее чистая, прямо отвечающая условиям синодального определения. Если речь идет о более спорных случаях, вот опять же пример из нашей практики. Святой священномученик Петр Зиновьев родился в пределах Саратовской губернии, выпускник Саратовской семинарии. Более двух десятилетий священствовал на приходах Саратовской епархии. Однако в 1935 году он был выслан за пределы Саратовской области в ссылку. И последние два года числился клириком Тверской епархии. В 1937 году он был расстрелян в Калининской области. Соответственно, из 43 лет его жизни лишь два последних года прошли за пределами его родной епархии. И возникает, собственно, вопрос, на который до сих пор нету именно четкого применяющего на практике ответа. Можно ли считать рождение, обучение, священное служение в течение большей части жизни основным местом подвигом человека или нет? По крайней мере, в собор саратовских святых имя святого Петра не попало. Таким образом, имеет место явное сужение на практике критериев, изложенных в определении священного синода, даже если они сами довольно узкие, поскольку буквальное прочтение определения священного синода явно исключает из критериев рождения в пределах данной епархии или, допустим, обучения в духовных школах на ее территории, при том, что в 60-е и 70-е годы это было достаточным условием для включения имени святого в ту или иную соборную память. Итак, на практике епархиальной комиссии по канонизации сталкиваются фактически с непроработанной методологией не только оценки результатов нашего труда, но и фактически получения этих самых результатов. Какей бы полнотой ни обладали собранные в регионах сведения о страдальце, всегда есть вопросы, ответы на которые получить невозможно, причем вполне вероятно, что это невозможность принципиальная. Сегодня это означает невозможность постановки вопроса о канонизации страдальцев 20-го века. Сроки давности на документы тех лет начнут истекать во второй половине 21-го века. К тому времени, если принципы доступа исследователей к архивам ФСБ и МВД не изменятся, уже не останется живых свидетелей, рассказы которых могли бы хоть частично дополнить или опровергнуть данные архивных документов. Вполне возможно, что наши дети и внуки в вопросе прославления новомучеников столкнутся с другой проблемой. К моменту, когда начнутся рассекречивания документов, эти документы уже некому будет затребовать. Спасибо, Христос. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok